Значит, открываю вам страницу, и мы продолжаем трудиться. Вас открою мне, чтобы было видно всех хорошо. Да. Значит, уважаемые друзья, во-первых, по поводу прошлого занятия. Чтобы не было, не дай бог, никакого взаимонепонимания, я не утверждал, то есть со стопроцентной уверенностью, что Александр Македонский во время решающей битвы с Дарием Третьим, когда предпринял свой умопомрачительный маневр, убрал часть армии в правую сторону, и никто не понимает, зачем он это сделал, я не утверждаю, что у него был чип в ухе, и ему это подсказал первосвященник Шимон Ацадик. А о чем написано, как вы помните об этом первосвященнике, что Александр Македонский видел его образ в момент своих сражений, именно тогда, когда побеждал. То есть это просто версия, это предположение, нигде не написано прямым текстом у наших великих комментаторов и раввинов, что вот именно так и было, и что в тот самый момент, когда решалась история вообще этого региона, и, может быть, история человечества, где будет акцент стоять на западе или на востоке у, так сказать, македонян, греков, римлян с этой стороны, или у персов с другой, значит, в этот момент именно вот Шимон Ацадик подсказал Александру Македонскому, давай, бери правее, и вот потом вам будет дырка, в нее езжай. То есть вполне возможно, что так и было, но я этого не утверждал. Потом. Значит, второй момент, вот эта битва, на которой мы остановились, битва в Рафиехе знаменитая, важный момент, который забыл я вам сказать, видите, что сказали, что здесь говорит Мальбем, это не написано так уж ясно в исторических хрониках, но Мальбем очень важную вещь дополняет к этому. То есть после того, как произошла эта битва в Рафиехе знаменитая, и Антиох, напоминаю вам, третий, великий, с селевкидской стороны, то есть со стороны Селевка, со стороны восточной части империи Александра Македонского, командовавшей восточной частью, сирийской частью, когда он, значит, вступил в бой с этим Патеремеем IV, который представлял западную часть, то есть часть, связанную с Египтом, и проиграл в результате всех этих перипетий с разными слонами, кажущейся сначала победой, а потом поражением, увлекся он топтанием этих несчастных африканских ливийских слонов своими могучими индийскими, Антиох III. То есть то, что он унес оттуда ноги, связано не только с тем, что там, так звезды сошлись, как здесь Гавриэль Даниэю рассказывает, ангел рассказывает, что вот, значит, он спасся, удалось ему это сделать. Здесь очень важный аспект, видите, в этом 12-м стихе, что он вознес толпу, то есть вознес многих, победил типа многих, но возвеличилось, поднялось наверх его сердце, и пир рибаот в ло-я-ос. То есть он обрушил десятки тысяч, он победил этот Птолемей IV в результате, то есть египетская сторона, сторона Птолемея победила в ло-я-ос, но это не было вот усилением настоящего. Почему? Видите, Мальмин что говорит здесь, что что он, значит, превознес, превознеслась эта толпа царя южного Птолемея, и вознеслось его сердце. Они полностью победили этого, значит, несчастного представителя Селивкидов, Антиоха III. Они думали, что история закончилась на этом. Поэтому они не преследовали его до полного уничтожения. То есть это очень важный, кстати, момент, в старые времена был на полях сражений. Ничего же не видно, дрон не пошлешь, не посмотришь, что в итоге вышло. То есть может создаться впечатление, что мы одержали какую-то совершенно потрясающую сокрушительную победу, а на самом-то деле где-то там вот в этой пыли, которая стоит, естественно, от земли до неба, и ничего не видно, где-то там вдали, значит, убегает огромная часть вражеской армии, которую бы сейчас вот самое время преследовать и в спину расстреливать из луков и бросать им, значит, эти все копья, вслед, да. То есть вот чем надо было заниматься, но они этого не видели. То есть это очень частый, кстати, был момент во время многих сражений, когда неправильно оценивали результат сражения, неправильно оценивали, насколько велика победа или насколько сокрушительное поражение. То есть было очень тяжело. То есть оценить позицию, как у нас, у шахматистов говорят, это было очень-очень сложно, затруднено, именно потому, что ты часто просто не видел всего поля битвы, не видел всех потерь, не мог их сосчитать. А когда ты сосчитаешь, ты уже, так сказать, этих уже всех исследов простыл, которых надо было преследовать и добивать. В общем, он этого не сделал. Но, говорит Маймиуш, это было сделано не только и не столько, потому что в старые добрые времена, во время этих самых больших сражений, было тяжело оценить, что, собственно, случилось-то. Киа Мелех шавель та ануга, потому что царь вернулся к своим наслаждениям. Вот этот вот Толемей IV, он был очень такой большой сластолюбец. Он заниматься политикой, заниматься военным делом, особо-то и не любил. Он больше любил получать удовольствие от жизни. И поэтому, как только он одержал победу, он даже, может быть, и не стал специально выяснять, что там, как там нужно дальше куда-то бежать после тяжелого трудового дня и преследовать врага или нет. Он уже махнул рукой и побежал домой, получать удовольствие от жизни, кушать, пить, девушки, то-се. То есть у него был совсем другой настрой. И поэтому Аганши, хотя, несмотря на то, что вот этот вот момент был действительно великой победой, и вот эта толпа воинов Птолемея, она таки, да, победила Селевкидов в этот момент, Михаил Амин Акцафон из этого северного царя, вот этого, значит, Антиоха III, они побили. Все-таки это не усилило его. Кимен Акцафон и Дгабершини, да, потому что царь этот северный, он усилился потом снова. Вот это вот был момент, конечно, как мы говорили, момент истины. Потому что этот Птолемей IV, который то ли не захотел, то ли не смог, как следует, оценить ситуацию на поле боя там, в Рафиехе, нашим любимым, там, значит, в Газе. Из-за этого получилось, в итоге, что Селевкиды продолжают существовать, этот Антиох III вернулся домой, залезал рано, и через какое-то количество лет ему удалось собрать кулак, новую силу, прошло уже 14 лет, так, и там уже был Птолемей V, но он был совсем еще юный, молодой человек. И поскольку он был совсем еще молодой человек, практически ребенок, он с той стороны у египтян не смог оказать настоящего сопротивления. Что говорит Мальма, видите, да? Вершав Мелексафон, вернулся этот северный царь, что Антиоху Сагадорь, вот этот третий Антиох, великий, да, и Мит Амон Рамина решал, и вот, ну, я уже, может быть, весь этот посуд прям прочитаем внутрим альбом, и что, да, аж 20 раз не читать, да, и он поставил Амон Рав, то есть, толпу великую, мне кажется, больше, чем первую, то есть, собрал еще больше армий, Муницеяк, Мелкомод Раву, и он победил во многих войнах, то есть, до того, как он добрался до Египта, он еще вокруг там по Куролесу, как следует, да, у Лекеца и Тим, видите, Лекеца и Тим, в конце времен, Шеквара в рукам, вот эти 14 лет прошли, Мета Мелкомод Аканмод, сприддущий к бойню, значит, дальше, Явобо, приходом придет, да, Шенит Лесури, второй раз в Сирию, вот в этот, ну, в спорный, этот, ареал, в спорное место между сиревкидами и Птолемеями, ну, на самом деле, это была прежде, с Исраэлей, Газа, да, Верес Мицраем, Египет тоже, и так, от Египет Толмай, которые были под рукой этого Толмая, то есть Птолемея, Лилахэмм Толмай, Афипиянус, Бен Толмай, Палепата, то есть он стал, пришел, значит, с Толмаем, Эпифанусом воевать, так, Антиох Великий, третий, так, с ребенком, а я, да, он был еще очень маленький, почти ребенок, на Анкута, я, значит, Бията Патроксим, и все царство было в руках опекунов, И этот пришел с огромной силой, видите, Биха Эль Гадольвер Хушраф, с огромной силой, с огромным количеством имущества, то есть с обозами вообще, была огромная, такая, так сказать, эшелонированная армия, которую привел Антиох, значит, с востока на запад, снова, значит, к границам Египта, опять слоны, понятно все. И вот тут, собственно, зачем, с такой подробностью, архангел Гаврил рассказывает про этих, почему не рассказывает про викингов, почему не рассказывает про какие-нибудь африканские племена, которые друг друга резали, с не меньшим энтузиазмом, надо сказать, да, вот, потому что это имеет прямое отношение к Ханаке, да, это прямое отношение имеет к тому, что происходило у евреев во времена второго храма, что вообще творилось в нашей стране, вот эту самую, значит, нового созыва, пошиба, когда мы построили второй храм. Значит, воитимая, во время этого, рабим, во многих, многие, я амду, восстали аль-мелеханеги, против царя Иужа. То есть, этот Птолемей, который уже был пятый, который был молодой, и у которого была куча, значит, опекунов, которым занимались, многие против него восставали, потому что политика предыдущего Птолемея, четвертого, победившего в России, она никому не нравилась. По всей видимости, человек, который очень любит получать удовольствие от жизни, такой сластолюбец, убежденный, он и взимает большие налоги для этого, потому что красиво жить, с одной стороны, не запретишь, с другой стороны, для этого нужны немалые средства. В общем, он давил именно в финансовом плане на своих вассалов, на области, которые подчинялись ему, и, конечно, евреев. И вот это вот то, что здесь самое главное, понимаете, в ней парицей амха и сыновья развратные народа твоего. Ну, парицы, вы знаете, что такое парицы. Это, кстати, очень любопытный момент. Я вам сейчас покажу в Талмуде вот эта фраза используется совершенно неожиданно, чтобы показать, что слово парицин, вот это слово парицин, от слова лифроц пробивать, это слово используется в негативной коннотации. Потому что вы знаете, что оно используется и в позитивном смысле тоже. В конце концов сказано про кого? Про Якова, да? У парацто, яма, кем, сафона, менекба, что ты пробьешься во все стороны мира, парацто. Знаменитые слова, которые стали песней известной еврейской, у парацто. И вот это на самом деле очень позитивно. А с другой стороны вот есть это выражение парицин, которое очень негативное выражение, пробивающие, в смысле, пробивающиеся границы. Беспредельщики. То есть есть пробивание границ в положительном плане, то есть когда хороший человек распространяет свое влияние на все стороны, во все стороны мира, да? И есть очень отрицательное, то есть парицин, в данном случае, парицей, амха, вот эти беспредельщики народа твоего. Это Гавриэль, ангел говорит Даниэлю про евреев, которые что сделали в этот момент? Когда ситуация в регионе предельно обострилась снова. Когда вот этот третий антиох великий со своими полчищами двигался в сторону Египта и святая земля именно Ярушалай были прямо в центре этого противостояния. между Западом и Востоком оказались как всегда евреи бедные посередки. С одной стороны эти полчища антиоха третьего со слонами, со всеми делами, шалонированная армия идет. С другой стороны египтяне, которые тоже имели очень большую, очень сильную армию, уже нанесшую поражение 14 лет тому назад в Афиехе, в Газе в Газе этому антиоху третьему. Тяжелейший момент столкновения интересов. И вот, конечно, евреи оказываются посередине. И начинают это самое чесать кипу. А шоу умиганок. А кому я буду подыгрывать? Я буду подыгрывать Западу или Востоку? И тут вместо того, чтобы хотя бы бросить монетку, я не знаю что, положиться на проведение. Нет, конечно, начали вот это вот, считать деньги, как обычно. Ну и посчитали, прослезились, подумали, что поскольку там в Египте эти, они, они же никогда не бывают сыты. Они же без конца требуют еще и шоу. Они хотят увеличивать налоги, они без конца мучают нас евреев этими беспрецедентными поборами. А когда евреев мучают поборами, все остальные аргументы, какие бы то ни было, они просто улетучиваются. Например, есть очень простой аргумент, который говорит, ну, как в том старом анекдоте, это, конечно, совершенно не кошерный, ну, в смысле неправильный с точки зрения иудаизма анекдот, что каждая следующая жена хуже предыдущей. Мы так совершенно не считаем, потому что, может быть, она лучше, может быть, хуже, бывают разные случаи. Но то, что каждый следующий погромщик частенько, чаще всего бывает хуже предыдущего, это, к сожалению, мы испытали на себе. То есть, тогда, когда ты пытаешься с помощью одного погромщика выгнать другого погромщика, надеешься, следующий погромщик, с помощью которого ты выгнал предыдущего погромщика, будет для тебя лучше. погромщик, спускаемся на них с небес, ну и вот, мы пари цем, а сыновья развратные, значит, эти беспредельщики народа твоего, видите, что говорит Гавриэль Даниэль, твои евреи, и на осу вознесутся. важный момент. Для того, чтобы принять такое решение, ни на кого не полагаясь, не говоря себе, что ну как там Всевышний решит, пусть будет, там будут это самое, белые или красные, будут селевкиды или птолемеи, пусть Всевышний решает. Нет, надо считать себя самым умным, что в свое время тоже, как вы понимаете, бывает не раз, не два, не три, а практически почти всегда. Надо очень высокое мнение о себе быть, что я сейчас сам решу все вопросы. Главное, хорошо и правильно деньги пощадить. Это первое дело. Леомид Хазон установить видение, то есть они еще будут говорить, сейчас Мальбем скажут, что это все мы с помощью наших пророков установили, сейчас мы вам расскажем, истину говорю тебе, те, кто у евреев меньше денег берут, те будут благословлены, поэтому будем дружить с теми, кто меньше денег обещает брать, против тех, кто больше денег берет, выникшал и споткнуться. Это вот был ключевой момент, один из главных, связанных с евреями. Что говорит Мальмин, посмотри, Македоний, также царь Македонский, и другие, Лохаму, Аз, Альмецента, они воевали с египтянами, Мерабим Мардубу, многим не нравилось вообще то, что делает Птельмей IV, и его, соответственно, сын Птельмей V. Они никому не нравились. В ней парице, амхайна, сули, Альмид Хазу, он что сделал евреи, что они удивили, евреи, аюсунимли там ненавидели этого Птельмей, как и все. Алидеви, из-за папы, вот этого четвертого, который любил удовольствие, он делал ему плохие вещи. Ну, в хрониках исторических написано, что это были за плохие вещи. Взвинчивал налоги. И они сказали, что согласно видению Иваново, согласно пророчеству царей Шейх, Бармена Хацапова, должен победить царь Северный. Откуда они это взяли? С какого потолка? Ну, надо же как-то воздействовать, да? Они объявили, что так Бог судил, селевкины победят. Там, они тхабруем антиохусы, они прям, вот это написано здесь, прямым текстом у мальвы, да? Они связались, соединились, сдружились с антиохом, с третьим антиохом, великим. Векиблу бехабуд, и приняли его с огромным почетом. Беазрулубимин хамтой, помогали ему в войне. Они еще дружили с ним, прям против этих коктолемеев. В них шел обесон. И они потом все споткнулись. В итоге огромное количество евреев погибло при следующем, ну не следующем, через одного царя, ну при сыне этого антиоха третьего, при том антиохе, которого мы называем антиоха Роша, антиоха злодей, четвертый антиоха, Епифан, да? При нем это все закончилось просто катастрофически. Началась эта страшная война между евреями прежде всего. Ну сейчас все будет, да? Теперь воевую мянахо царла, да? Пришел царь северный. когда добрался до Египта, в итоге этот самый антиох великий, третий, во второй раз. бишпох солэла и излил солэлу. Солэла, дорогие друзья, это такое важное слово еврейское, оно часто встречается в Танахе. Это земля, которую насыпные укрепления, которые делали перед крепостью, для того, чтобы потом на эти насыпные укрепления забираться и перебегать на стену крепости. Ну, обычная технология. Вот это вот он делал все, лакат ирмевцарод и захватил город укрепленный узраот ане гевло ямду и мышцы юга не устоят ве аммин караб и народ избранный его беймкоя кламо и нет силы устоять. То есть, несмотря на неоднократные попытки, один раз не устояли, второй раз нет сил устоять, да? Неоднократные попытки южного царя, то есть, прелемеев, египтян, как-то сопротивляться этому селефтидскому вторжению. Эти попытки не привели ни к чему. Здесь это Мальвен быстренько объясняет, ничего не вышло. Дальше. Вая асаба и лав кирцону и сделал приходивших к нему согласно его воле. То есть, северный царь, антиок тректи, сделал все, что хотел. Вейно мэнли фанап Никто не устоял перед ним. Вая амод берет цви и установился в земле оленя, в земле красоты, в земле вера цисраэль, он остановился. То есть, благодаря тому, что его приняли, его приняли. Евреи сами вот-то с огромным удовольствием, еще и там обставляя это, как будто это воля Господня, переданная через всех пророков, они его туда запустили. и закончилось в руке. Жуткая фраза. Кто закончился? Посмотрите, что говорит Малмир. Мелах Ацафон, вот этот северный царь, третий антиок, который пришел в земли Южного, а Саакерцена делал все, что хотел, захватил из него все, из его руки все области Сирии. Шаюли Менах Мисраем, которые раньше принадлежали после победы в Рафиехе, царю египетскому. Никто не устоял перед ним, он установился в святой земле. Шам Амат Им Маханееву со своим лагерем. Что значит Вехалабеядо? Закончил с руке его. Закончил этот захват. Абсолютно полностью все вот это, весь регион, все пространство, так сказать, до Филадельфийского коридора, нашего любимого, о котором мы постоянно говорим, до Египта, оно все было, включая газы в руках Антиоха III. Теперь, что дальше? Дальше возникла некоторая политическая проблема. К этому моменту уже довольно силен был Рим. И Антиох III, великий, вот этот самый, он, мягко говоря, не мечтал связываться с Римом. И он почувствовал, то ли ему сообщили какие-то его враги, переметнувшиеся на его сторону, какие-то лазучики, что если он сейчас пойдет дальше, то есть если его армия, если его слоны вольются теперь в Филадельфийский коридор, который сейчас охраняется Цахам, то есть если они прямо вот туда полезут, в Египет, то египтяне уже обратятся к римлянам. И даже более того, даже если египтяне не обратятся к римлянам, римляне сочтут, что Антиох таким образом захватывает вообще все пространство региона этого. То есть мало того, что он захватил всю Сею, так назывался Келике, все захватит. Так он еще сейчас захватит Египет? А где мы в этой картине? То есть этот захват Египта, он в глазах римского сената уже будет выглядеть как наглость. Человек пытается проглотить такой кусок пирога, который в него не влазит. И они немедленно покажут ему на его место. То есть римская армия прибудет в Египет. Вот этого Антиох категорически не хотел. И он придумал ход конем, то есть лошадью. Этот ход лошади очень известен. Он открывает историю совершенно новой такой вот политики в регионе, когда селевкины с Птолемеями наконец-то породнели. А когда два враждующих государства породнились, это, знаете, как происходит в гадюшнике. Когда змеи все переплетаются, ты не понимаешь, что они там делают. Они друг друга жрут? Или это у них любовь такая? То есть понять, что там конкретно в гадюшнике происходит, когда вот эти все змеи друг с другом уже связываются, друг по другу ползают, что у них там, война или любовь, человеку непрофессиональному, который не всю жизнь занимается, так сказать, изучением змей, очень тяжело. И вот это то, что началось. Он поместил лицо свое прийти в силе. То есть сначала он хотел жахнуть по этому Египту со всеми своими слонами через Филадельфийский коридор. Коль Малхуто, все своим царством. Да и Шарим ему, и могучие люди с ним прямые, сильные были, да, Виасай он сделал. Но потом он понял, что так дело не пойдет, потому что сейчас приедут римские когорты, и его вместе со всеми слонами оттуда сметут поганой метлой. Убата Нашиль, и дочка женщин, у него было много жён, одна из его жён, родила ему замечательную дочку, лучшую он дали нашего, да, Итен Лоле Ашхита. Он дал ему, то есть вот этому самому Птолемею, пятому юному, он дал в жены свою дочку, Антиоха III, Ля Ашхита, чтобы уничтожить её, чтобы уничтожить страну. То есть он хотел, чтобы его дочь стала троянской лошадью, извините, так сказать, за странное выражение, которая проникает в лагерь врага, значит, и создаст все необходимые условия для захвата Египта, чтобы никто не знал, чтобы римляне не думали, что он там со всеми своими слонами, что он своим войском, силой своей пытается Египет захватить, наоборот, чтобы все подумали, что всё закончилось, война закончилась, все подружились, и переженились, и жили долго и счастливо. Такой простенький, но очень действенный ход лошади. Было там, но это дело не устояло. Вло лойте, и не ему было. Объясняет Гавриэль, как вы понимаете, задолго до этих событий, что ничего у него не выйдет с этой дочкой, потому что дочка переметнётся на сторону мужа. Дочка будет любить Тремяя Пятого. Гораздо больше, чем папашку. И поэтому ситуация в регионе очень-очень усложнится. Потому что вроде как породнились, и что теперь? Любовь, что ли, изображать? Изображать мир и дружбу? Глупость какая? Мы же не для этого породнились, чтобы мир и дружбу изображались. Мы породнились для того, чтобы друг друга травить и уничтожать. Это же нормально. А мир и дружбу будет ненормально, когда два враждующих государства породнились. С политика, а не рынок какой-то. Ну, БСМ понав, да, хаши каваш, после того, как он захватил всех стран, говорит Мальбин, Кусмин Мисраев, кроме Египта, а шею бьедей селекус никатов, да, что это было в руках селекуса как уникатора, да, сам понав, бето кев кол Малхуто, да, сказать, он хотел пойти в силы всего царства, Роцелоймар хотел сказать, ну, селекус, это одно из имен Пятого Птолемея, да, в данном случае. Роцелоймар хочет сказать, ликво, ше-те-рец Мисраеву, он хотел захватить Египет, сам только Малхуто, как говорил, что там вся сила Южного царства. И рассказали в книгах по истории, говорит Малюм, ше-аз, и Тьярым испугался, ше-ло-я-ву-а-ру-ма-ин, да, шоб не пришли римляне, или израт Мисраев, помогайте египтянам. Он хотел захватить царство обманом, да, а са-ет-а-цмо, ки-роцелит па-шел, сделал себя, как будто он хочет с ними помириться. И Малх Мисраев в ей ад и, значит, предспособил для этого свою дочку, будьте любезны, келопатру. Ну, это неправильное, конечно, написание, потому что по-гречески не келопатра, а клеопатра. Вы понимаете, что слово клео по-гречески означает слава, да, а патра – это отец, славный отцом. Надо сказать, что это совершенно не та клеопатра. Ну, давайте мы с вами быстренько, так сказать, поймем, как устроена история региона в этом смысле. Это совершенно не та клеопатра, это так называемая Клеопатра Первая, и до нее еще была куча этих клеопатр. Я уже не говорю о том, что это очень древнее имя. Вы понимаете, это одно из самых популярных, может быть, популярнейшее имя древней истории в греческой. Почему? Потому что, чем мы можем похвалить девочку? Что она красивая, умная. Правильно похвалить девочку, что у нее папа, какой у нее папа? Вот это же вопрос всей древней истории. И я бы сказал, что не только древней истории. Это вопрос и сегодняшней истории. Чей? Ребенок, кто отец? Да? Мы же говорим Плони, Бат Плони. Да? Дочка такого-то. Все. Поэтому славное отцом Клеопатра это супер имя. Это имя, которое дают девочки самые-самые-самые. Ну, этих Клеопатр еще до того было просто пруд-пруди. Ну, первое, все, что приходит. Там Гомер в Одиссеи, знаменитый в Леаде, знаменитый герой Идаминей, который там, значит, участвовал в этой Троянской войне. И этот герой Идаминей очень был известным героем, и Агамем его восхвалял. Он был, мамашку его звали Клеопатом. Потом были всякие там другие мифические персонажи. у аргонавтов участвовала Клеопатра. Очень много было имен девушек, называемых этим именем. Было две Клеопатры вокруг одного и того же Александра Македонского. Одна была злосчастная Клеопатра, последняя жена царя Филиппа, отца Македонского, которая ненавидела Александра Македонского, родила нового наследника, и потом эту царицу несчастную Клеопатру с ее ребенком сварили заживо. Это нормальная совершенно ситуация для человеческой истории. Предыдущая жена, мать Александра Македонского, пока Саша был в отъезде, в каком-то там походе, она взяла эту новую жену после смерти царя Филиппа, естественно, и сварила вместе с отпрыском в большом медном чане была Клеопатра. Еще одна была Клеопатра, родная сестра Александра Македонского, которая вышла замуж за царя Эпира. То есть куча этих была Клеопатра. Значит, та Клеопатра, которую все знают, и которую воспели, начиная от Шекспира, через Теофила Готьеда, Бернарда Шоу и Романа Хагарта, все-все-все, знаменитые Клеопатры. Она была Клеопатра седьмая, а вот эта, тетя Клепа, она была первая. И все вот эти семь Клеопатр, которые идут к той. Они-таки, да, все были Птолемейками, они все были из этого рода, но на самом деле они были все от Селевкидов. Она была дочь Антиоха Третьего Великого. То есть это была примесь, да, к этому роду Птолемеев от Селевкидов. Значит, тетя Клепова номер один, она вот была такая вполне приличная женщина, в отличие от Клеопатры седьмой, которая от кого только не рожала детей, там вообще, вы понимаете, да, от Птолемея седьмого и от, значит, Цезаря, Цезареона родила, и от Антония детей там рожала, то есть все. Она была известным персонажем, Клеопатра седьмая. А вот это первая, она была вполне такая тихая женщина, она ходила под мужем, и когда папа начал ей говорить в Антиохе Третье, ну давай уже разрушай изнутри, там подтачивай, значит, докладывай мне, где у них там слабые места, она сказала, папаша, у меня есть муж, ой, да, вот это была такая неожиданность, совершенно потрясающая в этот момент, значит, выхашавши, и так, зигбиядо, что она думала, что она ему будет помогать, забрать у мужа Египет, да, вы знаете, сколько так папа обманулась, сколько так отцов, понимаете, было просто проведено намеки, думали, что вот сейчас доченька моя там за того ты выйдет замуж, и потом, мы, значит, свои руки загребущие к этому мужу, значит, имущество к его власти протянем, и ничего, вдруг это доченька, неблагодарное существо, вместо того, чтобы подставлять своего мужа и сдавать этого мужа отцу, начинает бить своего папашу родному по рукам, это же какое разочарование, это же шашмар, да, это классика, жанр, прямые люди с ним, сейчас бата нашим, что сделался им специальный договор, он дал им свою дочку, бата, да, одну из дочек, дочь одной из жен, все это было сделано для Ашхидашем, чтобы уничтожить эту страну, да, выхажав, жал, я Ашхидат Малхот, он думал, что он уничтожит все царство его, безрад, битон, с помощью своей дочери, о, битон, не шаран им на либала, о, ужас, да, жена осталась верной своему мужу, дочка осталась верной своему мужу, вообще не пошла за папашей в этом деле, да, и это то, что здесь написано, дальше, значит, сильно разочарованный Антиох, так, он повернул лицо к островам, там какие-то еще места, он много чего захватил, да, поэтому он называется великим, Антиох III, он долго царствовал, много чего захватил, битка цин херпатолов и уничтожил министра или вельможа, кацин генерал, позор его, битти херпатой и шил его, чтобы не возвращать ему позор, загадочная помиробка Гавриэль, сейчас Мальбер нам объяснит, да, что Антиох поехал там захватывать дальше всякие города, всякие острова, вот, Шаюбали и Брид, Аромаим, которые имели договор с римлянами, это был такой, то ли шаг отчаяния, то ли он уже просто берега попутал, Антиох, потому что нападать на те области, которые имели договора с Римом, это, естественно, было фактическим объявлением войны, богомник Назбеер и Сьяван, там он уже, так сказать, похозяйничал какое-то время на греческих островах, а Греция была вся уже под контролем Рима к этому моменту, битгарэбезэмилхамаймрумайм, таким образом, он задирался с римлянами, естественно, да, кто его на такое дело подбил, а вы будете удивлены, пожалуйста, да, а не был, а не был, понимаете, Ганнибал, который в свое время, как в прошлый раз было сказано, в тот самый день, понимаешь, когда он выиграл огромную битву в ста километрах от Рима и мог просто одним марш-броском дойти до стен совершенно незащищенного города и развернуть человеческую историю в неизвестном направлении, он-то не сделал, теперь он проснулся, понимаете, и он, значит, подговаривал этого Антиоха III Ганнибала, я тебе помогу, сейчас мы этим римлянам надаем, надаем как следует, под первое число Шестид Ализе, он его подговаривал, да, Ижбит Кацин, что значит Ижбит Кацин, значит, побил вельможа, побил генерал, что это такое, Беаза Кацин, и тогда Кацин, Шемину и Ромаин, которого назначили римляне, Алярацшан на этой земле, не Цеха Томилхова, победил его в войне, да, это очень известный был Кацин, ну, это тоже фамилия, понимаете, этих людей, как Клеопатр было, а еще, или еще больше, да, Зе Мерши Акацин, вот он этот Кацин знаменитый, да, Луцию Сцепи, да, Корнелий, Луций Сцепион, их было два, один был африканский, другой азиатский, они были родные браки, потом еще были этих Сцепионов, это огромный род, один из самых жирных аристократичных родов Рима, эти Сцепионы были, вы знаете, то есть, один из этих Сцепионов, он разбил просто в пух и прах этого Антиоха Великого, цару Майми, цару Римский, и Жбитхерпа тоже, значит, разбил его позор, что такое, а лидейше и Ака, то он не хама, то есть, значит, прекратил позор его, надо понимать, что имеется в виду, с помощью того, что он побил его во время войны, был тихий, репатой ошибло, не возвращая ему позор, то есть, что имеется в виду, сейчас нам сейчас, подробно Майми вам объяснит, что тогда, когда он просил мира у римлян, видите, какая хитрая, хитрая комбинация, хитрый намек очень у Гавриэля здесь, что вот он прекратил позор, или наоборот, не допустил позора, какая-то странная идея с этим позором, оказывается, как написано в исторических книгах, когда Антиох, разбитый, попросил мира у Сцепиона, у этого Корнелия, Луция Сцепиона, этого римского великого военачальника, и Шив Сарумаим, этот, значит, римский министр, ему ответил, что римляне не страшатся тогда, когда терпят поражение, и не превозносятся, не гордятся, когда побеждают, то есть, что значит, прекратил позор, что Антиох ждал, что этот Сцепион, этот римский военачальник, он будет просить его там, как это было периодически, в старые времена, в других регионах, будет просить его там, на коленях, ползти, просить прощения, не знаю, унижаться, заключать какие-то совершенно жнуткие для него по условиям договора, Сцепион совершенно индифферентно отнесся к этой победе, ну да, мы тебя победили, ты не первый, ты не последний, кого мы победили, никто тебя унижать не будет, никому это неинтересно, нам неинтересно возвеличиваться, чувствовать какую-то особую гордость, когда мы побеждаем, когда мы проигрываем, мы тоже совершенно спокойно относимся, потому что это часть обычной нормальной жизни, война, бывает так, бывает так, то есть никаких эмоциональных моментов у этого поражения Антиоха Великого не было, что Гаматулы в общий момент, ничего у него не будут просить сейчас, только то, что до того, как его победили просить, чтобы он просто убрался из Сирии, так, то есть, удивительно, до того, как состоялась битва, римляне выдвинули условия определенные, и после битвы, после того, как они победили, они могли у него вообще что угодно просить, нет, нам ничего тебе не надо, то, что мы до этого просили, до того, как мы тебе начистили физиономию, извиняюсь, до этого, мы это сказали, что нам нужно от тебя, все, больше нам ничего не нужно, да, ты получил как следует, мы могли бы сейчас попросить у тебя вообще такое, что не дай бог тебе, но нам не надо, иди себе куда хочешь, но те условия, которые были выдвинуты до сражения, ты должен выполнить, то есть, ты должен уйти из большой части Сирии, что я ошибаюсь, а вот, ну и еще, понятно, заплатить за войну, видите, просто как в аптеке, это очень, кстати, характеризовало римлян, то есть, никакой аффектации, да, в этих военных компаниях не было, вся аффектация была в Риме, да, триумфы, ужасные совершенно, игрища, с кровавыми последствиями, да, то есть, это все, да, но это, это для народа, так сказать, демонстрировать мощь римской короны, римской империи, и все так, да, но там, в политике, это был голый расчет, то есть, ты делаешь то, что мы тебе сказали, больше делать не надо, и, извини, мы потратились, на ведение войны мы потратили, ют, бет, элев, талантов, да, значит, 12 тысяч талантов, золота, было потрачено, на ведение войны, и вот, за 12 лет, бед и шарим, ты должен нам их вернуть, не надо сразу, мы вечная империя, мы будем существовать, и существовать, нам не нужно сразу много денег, ты нам вернешь, и сделаешь то, что я скажу, то есть, он был очень удивлен, Антиох, столкнувшись с таким отношением, индифферентным, абсолютно не эмоциональным, дыр, ты сейчас поползешь ко мне на колени, ничего, так, ровно, не 20 тысяч, не 15, 12, вот, можем, так сказать, отчитаться по бумагам, сколько мы потратили, вот это ты, ладно, не сразу, я понимаю, тебе тяжело, ты проиграл войну, потихонечку вернешь, очень удивился, ты же нашел, бекшу, лакак, от кольма хуто, они не хотели забрать у нее все царство, рак ли аши, лакер потолует, да, то есть, вернуть тот позор, и не более, то есть, то, что он хотел приобрести, что он хотел их там победить, он хотел отвергнуть их, вот это единственное, что у него отобрали, ну да, и он вернулся, значит, к силе своей земли, в них шаль, и споткнулся, в нафаль, и пал, в лое маце, его не нашли, здесь происходит дикая история, я уже не буду читать Мальвим, но тут совсем немного, я вам просто расскажу, дикий момент, человек, несколько раз просто чудом, избежал верной смерти, и чудовищного позора, во-первых, в юности, во время этой битвы при Рафеихе, в Газе, когда он просто совершенно легкомысленно вел себя во время сражения, и каким-то чудом никто его не стал преследовать, и он просто вот унес оттуда ноги, живой, это раз, во-вторых, вот эти римляне, сцепион, этот сцепион мог его просто в капусту нарубить, его лично, так вместо того, чтобы это сделать, он сказал ему, давай, проваливай отсюда, сделай, что же мы тебе сказали, и вернешь нам это, возместишь убытки, ой, какое счастье, ну иди себе домой, царствуй у себя, успокойся уже наконец, так нет, поскольку ему, это самое, выдвинули этот, счет 12 тысяч талантов, он решил, по-легкому денежек срубить, и он залез в сокровищницу Белла, Белл, вы знаете, это просто прямой текст наших святых книг, словом Белл, назывался идол Вавилона, Вавилон, и этого, у этого идола были, естественно, свои там, капища, и свои сокровищницы, и была одна сокровищница, в которой были просто-таки собраны несметные богатства, Антиох III об этом знал, это было не принято, тогда это было не просто дурным тон, это считалось просто неслыханным, влезть в сокровищницу любого религиозного заведения и ее гробануть, это было просто невозможно, а он это сделал, потому что ему выхватили счет, и вот эти 12 тысяч талантов, на нем это повезло, за 12 лет он бы нормально все отдал, жаба задушила, он это сам, влез туда в эту сокровищницу, и удивительным образом, ничего ему не помогло, никакая защита, никакие охранники, ничего, его буквально разорвали на части, народ простой, этого Антиоха, который великий, со всеми его завоеваниями вместе, со всеми его победами и поражениями, со всей его замечательной славы, просто порвали на куски картузи к грелку, и даже не, то, что здесь написано, что не нашли, непонятно, то есть нечего было хоронить фактически, ужас, поживился религиозными этими самыми атрибутами, ну и тут произошел тот самый поворот, который уже идет напрямую к Ханаке, потому что среди его детей был тихий, можно сказать, хороший, по сравнению со всеми остальными, селевк, который вот, фалипатор, который был готов вообще просто сидеть и никуда не лезть, двенадцать лет, ну, пока выплачивали ривлянам, вообще ничего не было, знаете, Амад Аль-Кано, видите, встал на его месте, Мавир Ногез, убирающий притеснение, Эдер Малхут, красоту царства, очень хитрая формулировка, сейчас Мальбе мне объяснит, у Баями Махадим, в дни определенные, некие, Ешавер будет сломлен, в лоба опаим, и не с гневом, в лобе Малхама, и не с войной. В чем разговор? Вот этот хороший дянчик, Малхут, Ахар Антиоху Загаду, Малах Бну, значит, воцарился его сын, Селев Косфалипатов, да, Сипро Акоту, и мы написали книжки, да, Шаколь Емей Малхут, что все его царство, Машак и Больша, не его двенадцать лет продолжалось, Луасашум Милхама, ни одной войны, лучше Трампа, вы понимаете, Трамп четыре года не был войны, это двенадцать лет, Выхольдаваран Шум, всякая вещь записана, он только ходил по городам, собирал налоги, все, причем по своим городам, а не по чужим, потому что нужно было сдавать деньги римлянам каждый год, его называют проводящим, но ГЕС, ГЕС притеснитель, имеется в виду налоговый инспектор, это тот, кто проводил, послал налогового инспектора, и в этом заключался весь Эдер Малхуто, вся сила его царства, вся красота его царства заключалась в том, что он только собирал налоги. Ну, это нормально, дорогие друзья, для царя собирать налоги, это нормально, вообще был молодец, Шиколь Эдер Малхуто, ну, по сравнению с остальными, а я Маша, а я Увердлинг, его замазал, единственное, что он делал, собирал эти налоги, обоимые выходимые, и вдруг он был сломлен, что случилось, что он умер из-за заговора своих собственных рабов, ну, правильно, конечно, как только появляется более-менее нормальный царь, который не устраивает смертоубийства, не идет ни в какие захвативающиеся их походы, и дает возможность своему собственному народу нормально жить, а не погибать на полях сражений, все, это же невозможно выдержать, правильно, ну, конечно, собственные его рабы, собственные его слуги, ну, что такое, какой-то, психопат какой-то, ненормальный человек, вместо того, чтобы вести себя, как папа, который там убил, там украл, там порвали, как грелку, вот это была жизнь, вот это интересно, а это что такое, все дети ничего не делают, ни с гневом, ни с войной, ничего не делают, просто отравили, в рабочем порядке, ну, а я, валины, никакого восстания, сам Амар, яд смертельный, все, таких царей нам не надо, ну, и вот таким вот образом, вы понимаете, таким образом воцарился эпифан злодей, четвертый антиох, тот самый, который Ханукой, которому мы благополучно проклинаем, две тысячи лет больше, понимаете, вот, вот, вот отсюда он вылез, потому что хорошего человека отравили, и на его пустое место влезла эта гадина, гадина была потрясающе пустое, то есть тут, понимаете, не нужно, не нужно читать какие-то маковейские книги, или там какие-то наши комментарии, что он-то был такой плохой, он был просто чудовищем, то есть со всех сторон редкий экземпляр, то есть даже для того уровня, о котором мы сейчас говорим, где вообще цадиков нету, значит, ангел Гавриил, он тут вообще про праведников не рассказывает, они просто не участвуют в этой истории, цадики, но даже для этого крайне сомнительного уровня морали этот человек был просто монстр. Мамадаль Канэ, Канон Нивзэ, как его называет Гавриэль, значит, на этой, так сказать, на шестке, на основе царства установился Нивзэ, презренный человек. было на тну Аллахуон Малхут, и не поместили на него величие царства. То есть вообще назвать этого человека царем, настоящим самодержцем, просто гадина залезла на трон, да, уба бешалва, и он пришел в безмитерности, совершенно спокойно, ему никто не мешал, вигзик Малхут, и он держал царство, видите, бе-халаклакот. Очень замечательное слово халаклакот. Гладкие такие, хитрые разговоры, гладкость и хитрость. Он был хитрющий, нерзкий, со всеми умудрялся как-то договориться, всех развести, каждого в свой угол, каждому дать то, что ему нравится. Жуткий тип. Ну, чем он был жутким, мы получим. Который был отвратителен своими качествами и своими действиями. Никакого настоящего царства у него не было. Аки Вагадор, что его вот этот старший брат Ишир Акраф Бен Юреш оставил сына. То есть, этот хороший, которого отравили, который ничего плохого не делал, кроме собирания народного налога. У него был сын, которого звали яцар. И этот сын должен был царствовать. Может, как было сказано выше. Яцар. Кера нахат мецера. То есть, Вангриум объяснял, что такое пророчество же в восьмой главе было, что выйдет рог из... Один маленький рог. Разговор шел про вот этих всех царей. Всякие пророчества уже были над тем. Бабе Шалва. Он спокойно значит был в безмятежности. Кибемо таким, что когда умер его брат, все было хитроорганизовано. Этот антиох четвертый, этот злодей, когда умирал его брат приличный человек, которого отравили, антиох был в Риме. То есть, обвинить его в том, что он организовал это отравление, было невозможно. Что это он отравил брат. Он специально дистанцировался. Бабе Шалва пришел оттуда. И вот очень хитро захватил царство. Камуар Бадевреаэми. Как объяснено в книгах значит по истории Шалва. Да и Хануфа с помощью лезть в Эдиврей халак всяких хитрых разговоров. Он значит со своими эти министрами договорился с сильными земля, чтобы они ему помогли с этим царством. То есть в итоге получилось, что этому ребенку, который остался, ничего не дали. Значит дальше мышцы шетов как? Шетов это потоп. заливает водой Иштепулев все перед ним заливалось. Что это такое? Великие армии народов сломились перед ним. Мы будем говорить, как это вообще могло произойти? Что это непонятное существо, просто исключительно коварное и хитрое, оно очень много чего добилось. святое. И тоже касается его министра союзника. Вы понимаете? Это вот и есть этот гадюшник. Что происходит? Значит, что сестра, родная сестра этого злодея, Антиоха IV, является сейчас царицей египетской. то есть у Птолемея работает царица его родная сестра. И поэтому ему сейчас взять армию и нападать на Египет и там устраивать резню, это просто невозможно. Надо как-то по-другому действовать. Эта самая сестра, которая папашке не помогла, осталась верной египтянам Птолемеям. Значит, и тут ее брат вот этот родной Антиох IV в качестве царя. То есть получилось, две враждебных руководятся братом и сестрой. И с этим, конечно, нужно было и можно было что-то делать. И конечно же, как себя вел здесь Антиох, что он придумал. Какой хитрейший ход, как он разыграл эту шахматную партию с Птолемеями, пользуясь тем, что будущий царь будет его родным племянем, например. Потому что настоящий царь его родственник. Как это, Шурин, Деверь, я всегда забываю, как называется этот самый муж сестры. Короче, то есть эти родственные отношения ему обязательно нужно было использовать. И ему нужно было очень здорово все продумать. И мы вот увидим, из чего все вышло, так сказать, в нашей истории. Откуда взялся этот чудовищный антисемитизм? с чего он вдруг начал на нас срываться? Потому что пока что совершенно не видно, с какой стороны вообще может возникнуть этот антисемитизм. Понимаете? мы же его папашку третьего антиоха фактически затащили в Иерушалае. Мы были за них, мы предали Птолемеев ради Селевкидов, его папу вывели на ведущие позиции. Мы же молодцы, мы же друзья с Селевкидами сейчас. И вдруг возникает эта история, при которой вот этот самый антиох четвертый вдруг начинает высыпать на нас просто как из рога изобилия какие-то бесконечные запреты туда не ходи сюда не ходи юдоизм нельзя тора нельзя обрезание нельзя. Что такое? Чего? Какая вожжа под хвост попала? Вот этим мы с вами с Божьей помощью в следующий раз займемся. Это собственно история Хануки в таком будет уже очень конкретном и очень интересном точном варианте как оно все произошло. Всего самого наилучшего на связи. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.